Девушки отдыхают Дай угадаю, чего ты хочешь. Стальные мышцы? Или подтянутое тело? А может, ты хочешь стать профессиональным бойцом? Каждый здесь часть общей энергии, которая заполняет пространство и заставляет тебя идти вперед. Ты познаешь границы своих возможностей. К черту границы! Для тебя их нет. Как нет слез и боли. Только результат. И ты здесь. Именно за ним. Приходи в хулиган, я покажу, на что ты способен. Друзья, всем привет. Сегодня мы для вас снимаем интервью с владельцем сети фитнес-клубов хулиган, которого зовут Максим. И сейчас Максим вам все подробно расскажет, на какие аспекты стоит обратить свое внимание при открытии фитнес-клуба. Правильно я понимаю? И какие нюансы ты бы учел сейчас при открытии, владея уже сетью в данный момент. Все так? Мы начинаем. Поехали. Расскажи немного о себе. То есть, почему вообще выбрал фитнес-индустрию? Как-то ты был с этим связанным? Или что привело тебя в нее? В фитнес-индустрию, в спорт, в спорт, в спорт, я пришел очень рано, в очень раннем возрасте. В пятом классе я начал ходить на гимнастику, на акробатику. Я еще помню, что я жил в одном конце города, а школа акробатики находилась в другом конце города. Мне было 10 лет, и мне было очень, 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 очень хотелось ходить на акробатику. И я через весь гору пилил, чтобы ты понимал, это примерно километров 5, может 6. Для 10-летнего пацана это очень большое расстояние. Вот. Но мне было, честно говоря, пофиг на расстоянии, мне очень нравилось заниматься акробатикой. А дальше, вот через 3-4, я пошел заниматься рукопашным боем. Ну, параллельно я еще занимался футболом, играл в баскетбол, соответственно. Потом ушел в единоборство, то есть мне нравилось рукопашный боем, тайский бокс. Где-то лет до 19-20 я плотно занимался единоборствами, выступал на соревнованиях различных. Потом я переехал в Тулу и решил, точнее мне подсказала девушка моя, почему бы тебе не попробовать стать фитнес-инструктором. Инструктором тренажерного зала, групповых программ, неважно. Я такой думаю, ну, в принципе, да, что-то, навык какой-то есть у меня, да. Пошел, выучился, отучился, получил первый сертификат. Встроился на работу, соответственно, по этому сертификату. Ну и дальше пошло-поехало. Курс повышения квалификаций. Различные семинары, тренинги. То есть, рос-рос, в себя вкладывал, развивался. Набирал себе клиентскую базу. Потом как-то... Потом мне подвернулась такая возможность быть управляющим. В новом строящемся клубе. Клуб назывался, назывался и называется спортклуб Михаила Илюхина. Михаил Иванович Илюхин, первый чемпион мира по боям без правил. Вот очень крутой чувак. Ну, чувак, просто прощать, мужик, мужчина. Можете найти видео с ним в ютубе, и это все есть в свободном доступе, если кому интересно. Да. Я начал с ним, то есть мы... Работал у него управляющим, в его клубе. Да. Ну, вместе мы с ним его создали, этот зал. То есть, ну, соответственно, за его все деньги. То есть, я просто, как сказать, подсказывал, помогал ему что-то. Потом, соответственно, начал управлять в должности управляющего. Вот. Настроил работу, соответственно. Но тогда, честно скажу, опыта у меня было очень мало. И я, грубо говоря, много ошибок совершал, я это сейчас понимаю. Да и тогда, в принципе, тоже со временем понимал. Вот. И потом пошло-пошло, закрутилось, поехало. И мысли все чаще посещали, что надо что-то дальше-дальше расти. И вот спустя время я владелец сети. То есть, такой прошел путь, скажем так, становления прямо от самого мелкого звена в этой индустрии, фитнес-индустрии. Ты там от наемного работника, тренера, и сейчас ты уже владеешь сетью. Да. Похвально. Я думаю, многие бы хотели добиться тоже таких результатов. Давай тогда подскажем, например, тем людям, кто планирует открывать свой зал, планирует как-то развиваться тоже в фитнес-индустрии. На какие аспекты стоит обратить внимание при создании своего собственного зала, при создании своего бренда? То есть, вот как, например, ты бы сейчас открывал зал, имея уже такой опыт за спиной, как вот ты на это смотришь? Поделись с нами, поделись с подписчиками, со зрителями. Да, конечно. Смотри, первое, что бы я искал, я бы искал бы большую локацию. То есть, площадь. Большую площадь, да. Чтобы она была общедоступна, как и доехать на автомобиле, желательно без пробок, ну, я понимаю, сейчас в нынешних реалиях это очень сложно. И также на любом общественном транспорте, из любой точки города можно было, опять же, добраться до фитнес-клуба. Чтобы была парковка, обязательно, обязательно, большая, желательно, желательно, большая парковка или парковка минимум на 40 машин. Чтобы клиенты приезжали и не думали, что где оставить машину, а вдруг ее заберет эвакуатор или что-нибудь еще. И, соответственно, некоторых очень много, чаще всего останавливает то, что я вот сейчас поеду в фитнес-клуб, а там себе парковка забита, я не поеду сегодня. И завтра может быть то же самое, ой, не поеду, не поеду. То есть, так и пропадает мотивация заниматься спортом, ну, физкультурой, спортом у каждого своего. Поэтому это очень важно. И, соответственно, еще на что стоил, на что я бы, на чем бы я заострил внимание, помимо парковки, локаций, площади, это качество материала, из которого устроился бы зал. Ну, что ты имеешь в виду? То есть, это тренажеры, либо это, не знаю, там обивка, обшивка? Это банально, от отделки, от внешнего вида до тренажеров. То есть, на этом, как бы, не стоит экономить сильно. То есть, всему должна быть своя цена. Если вы планируете в фитнес-клуб в среднем сегменте, да, вопросов нет. Если планируете в премиум, то соответствуйте премиуму. То есть, на премиум, конечно, надо больше денег. А вот, например, хулиган, ты к какому отнесешь сегменты? Средний сегмент. Средний сегмент. И давай расскажем, то есть, какие направления именно вы предлагаете, предоставляете. То есть, это тренажерный зал, кроссфит, единоборство, может, там, еще что-то. Ну, все вот эти три, которые ты назвал. Это как раз ваш основной профиль. Это основной профиль. Да, это профессиональная зона единоборств, это зона кроссфит и тренажерная линейка. Ну, с кардиолиней, соответственно, тоже. Потому что многие тоже спрашивают, у нас там есть беговые дорожки, там у вас есть элипсовый, у вас есть сайкл. Да, конечно, ребят, все есть, вроде бога, все. По поводу площади, вот ты сказал, что ты бы смотрел, чтобы это обязательно была большая локация. А насколько большая? То есть, большая понятие тоже для каждого свое? Да. Полторы тысячи и больше. Потому что у меня в одном зале площадь тысячи квадратов, и он забит. Во втором зале полторы тысячи квадратов, и он забит. И не хватает. Еще, еще, еще бы метров 500. Я вот думаю, еще бы метров 500. То есть, когда открывался первый хулиган, он был площадью 400 квадратных метров. То есть, и когда пошел туда народ, зал просто начал, ну, я не знаю, раздуваться от народа. И, соответственно, было принято решение пойти на расширение площади. Вот. Расширили аж до тысячи, два с половиной раза. Ну, там шутиметровые потолки, и была возможность сделать два яруса. Первый ярус второй. Понятно. Хорошо. То есть, в принципе, мы можем выделить такие аспекты, как площадь, как территориальная расположенность зала и парковка. Вот три момента, которые очень важны. Помимо... А, и отделка. То есть, качество материалов. Давайте назовем внешний вид. Хорошо. Наверное, создание бренда тоже. Не внешний вид не с фасада, а внутри. А по поводу внешнего создания бренда. То есть, важно это или ты считаешь, не особо стоит изначально на этом застрянуте? Я вот на самом деле не понимаю политику работы других фитнес-клубов. Точнее, понимаю и очень жестко осуждаю. Потому что для меня хулиган, для меня это не просто зал. Это не просто работа, которая приносит мне определенный доход. Это... Сейчас скажу. Это моя жизнь, но это будет громко сказано. Это то, что... Ну, давайте пример приведу. То есть, грубо говоря, когда у меня появляются новые знакомые, чаще всего из клуба, потому что я там очень часто бываю, меня в телефон записывают как Максим хулиган, Макс хулиган, жену мою могут записать, Макс хулиган, а жена, понимаете? Вот. То есть, я тебе к тому, что меня вот просто вот объединили. У меня есть некоторые люди, которые с приколом называют, вот, самый главный хулиган пошел. То есть, и... То есть, вот как это объяснить? То есть, сроднился, то есть, я и хулиган, это есть одна единая, неотъемлемая часть. Сейчас, на данный момент. Вот. То есть, меня уже никто не видит нигде, кроме хулигана. Вот. И я себя тоже... Вот. Я не вижу себя в другом фитнес-клубе. То есть, для меня хулиган как сын, как ребенок. Понимаешь? Тут даже вот трудно подобрать какие-то прям вот слова, вот именно, чтобы вот передать то, что вот меня вот здесь сидит. Потому что реально, то есть, из чего я начал? Я не понимаю владельцев фитнес-клубов, ну, сторонних, которые открывают и просто делают один раз ремонт, и выжимают все из фитнес-клуба. То есть, деньги, 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 деньги. Да, и не спорить, деньги-то, как бы, неотъемлемая часть. Сейчас без денег мы не проживем. Вот. Но они забывают основные, так сказать, аспекты. То есть, они не вкладывают туда ничего. Они просто потребители. Они выжимают максимум. И можно просто прийти, сегодня ты занимаешься, завтра перед тобой двери фитнес-клуба будут закрыты. По непонятным причинам. И все. Ты звонишь, там тебе говорят, да, да, мы скоро откроемся. Это в лучшем случае, что хоть что-то они скажут. А могут просто трубки не брать и пропасть. Как вот у нас было недавно в Туле с сетью фитнес-клубов Легенда. Таких много примеров в Туле. Потом еще Осторожный фитнес. Потом Феникс фит какой-то взялся и потом испарился. Осторожный фитнес, когда открылся, там уже, то есть, с моим самим названием Осторожный фитнес, люди, не ходите. Так же проработали, не знаю, полгода, наверное. Все так же люди, куда купили абонемент, они пропали. Ну, то есть, зачем? То есть, и доверие к фитнес-индустрии теряется у людей. К фитнес-клубам, точнее, я буду сказать. Из-за таких вот, как раз, компакт. Из-за таких вот, да, нехороших людей. Вот. С одной стороны, это хорошо. То есть, они самоликвидировались. То есть, клиенты все думают, вот, мы сейчас клиенты к нам, клиентов сейчас к нам привлечем, еще чего-то. Да хрен там пил. У клиента просто теряется мотивация. Он один раз купил абонемент в клуб. Потом он закрылся не по непонятным причинам. Он, ну ладно. Заехал другой туда, в фитнес-клуб. Он туда купил абонемент. И он тоже через какое-то время закрылся. Клиент уже думает, блин, ну что же такое за фигня? Ну, обидно. Заезжает третий. Всем говорит, я тут навсегда и надолго. Все, бла-бла-бла. Ну ладно, там есть заначка, там. Ну хорошо, но заниматься хочу, пока есть возможность. Тем более клуб, например, возле дома. Ездить никуда не охотно. Третий раз покупаю туда абонемент. И на два месяца, три месяца проработал феникс. Закрылся. Все, съехал. Вот. Откроется, там четвертый клуб. Как ты думаешь, человек туда пойдет? Да у него тупо нет денег. Просто тупо нет денег, чтобы туда ходить. Да и не пойдет, правильно сделает. Неизвестно, сколько проработает следующий клуб. Хорошо, но мы немного отошли от темы. Да, я завелся, потому что для меня это больная тема. То есть я задал тебе вопрос по поводу, стоит ли изначально заострять внимание на создании бренда своего, вот как ты создал его? Да, да. То есть хулиган, вот ты сам сейчас рассказал историю, что теперь хулиган и ты – это неотъемлемая часть. Вот стоит ли сейчас, например, человеку, который захочет открыть свой фитнес-клуб, сразу продумывать бренд, название, логотип? Или можно это сделать как-нибудь потом уже? Я рекомендую это сделать сразу. Сразу, потому что, когда у вас есть четкое понимание, что вы будете делать, создавать бренд, где вы будете его позиционировать, уже на стадии, на стадии зачатия, грубо говоря, на стадии идей, у вас уже формируется цель и четкое понятие, зачем вам фитнес-клуб. Вот если мы сейчас говорим про фитнес-клуб. И это несет сильное, так сказать, ну, вы сеете, прям, крепкое, сильное зерно, которое в скором времени прорастет, и, то есть, да, из зерна, там, грубо говоря, из семечка может вырасти что-то маленькое, а может что-то большое. Все зависит от семечка, что сколько туда заложено, чего продуктивного и полезного. Хорошо, давай тогда сейчас пробежимся еще раз по основным аспектам. Первое, это территориальная расположенность зала. Второе, это парковка, наличие ее. Третье, большая площадь зала, вот полутора тысячи и больше, но желательно, вот по твоей рекомендации. Четвертое, не экономить на внутренней отделке, тренажерах и так далее. Пятое, создание бренда, логотипа еще до открытия зала. Что еще, вот из таких важных факторов? Ну, можно сюда еще добавить качественный подбор персонала. Не количественный, а качественный. Пускай его будет меньше. Я стараюсь подбирать персонал очень долго. Долго в плане того, что присматриваюсь, выбираю, я могу кому-то отказать, могу кого-то там на второе собеседование вызвать, могу на третье собеседование вызвать, могу потом после трех собеседований вызвать на стажировочный день один, чтобы, так сказать, в курс дела его ввести, а потом за то, что там, грубо говоря, за малый объем информации спросить, как он воспринимает, что запоминает, как адаптируется на малых объемах информации. И, соответственно, мне, кстати, немножечко отклоняюсь, когда не было возможности найти персонал, какую-то там, какую-то единицу, менеджер, администратор. Я сам лично садился на это место на тот период, пока я их не находил. Сам прозваниваю, сам выдавал ключики на ресерс. Мне вообще, честно сказать, мне не впадло это сделать, друзья. Потому что я понимаю, что это мой бизнес, и он нахрен кроме меня никому не нужен. Это вот, это правда жизни. Кто бы вам что ни говорил. Да, есть, сейчас у меня есть очень хорошая команда, и меня прям вот реально берет гордость за то, что у меня со мной есть мои соратники, которые движутся со мной, грубо говоря, плывут со мной в одной лодке в одном направлении. Мы гребемся в одном направлении. И они меня очень сильно выручают. Ребята, вообще спасибо вам. Так, хорошо. Вот сейчас мы находимся в Москве, и, соответственно, как Максим уже сказал, зал его в Туле. То есть, что ты делаешь в Москве? Ты приехал по работе, скажем так, по расширению хулигана? Или просто потусить? Или какие у тебя здесь планы, цели, задачи? Я сюда приехал на выставку Bind Brand Expo 2021. То есть, это выставка франшиз. Я представляю хулиган, пытаюсь, точнее, не пытаюсь, а мы сформировали, укомплектовали франшизу. И я сюда приехал, меня пригласили, чтобы ее, так сказать, продавать. На выставке представлено очень много франшиз, различные. Там и «Пятерочка», там и «Кибер» какие-то локации. То есть, и еще есть фитнес-клубы, они будут их рекламировать, которые тоже там продают, точнее, выставленные. Продают, не продают, не знаю, не подходил. Вот, и, соответственно, вот уже прошел второй день, да, выставка вчера началась, вчера, сегодня. И хочу сказать, что я довольно-таки поражен над тем, люди реально подходят, реально интересуются, реально хотят открыть. Им прям нравится хулиган, им нравится стилистика, им нравятся ролики. Там на телевизоре ролики рекламные идут про хулиган, демонстрация, презентация зала с тренерами. Вот, они реально останавливаются, смотрят. Я, честно сказать, я был поражен, мне это так было приятно. Просто, и они подходят, спрашивают, интересуются, что за зал, а это сколько, а это сколько будет стоить, а это. То есть, ну, им не приятно это говорить. Мне приятно им, ну, как тебе объяснить. Когда человек подходит и спрашивает, а что это такое, ты ему начинаешь говорить, он, а, понятно, все, ладно, и уходит. А тут с собой тебе задают вопросы, и им реально, я вижу, что им интересно. И мне прям это еще больше подзадоривает, ему еще что-то рассказать. Вот, чем-то поделиться прямо. То есть, и меня вот, грубо говоря, очень часто вот за эти два дня я наблюдал ситуацию, что я разговариваю с одним человеком, мимо идет другой, он останавливается, подходит, рядом становится, слушает. Да, подслушивает, да, подслушивает, и причем это было не один раз, я подчеркну. Но, как бы, мне вроде неудобно отрываться, потому что у меня мысля поперла, понял, да? Вот, и подошел нового человека, мне хочется, как бы, с ним поздороваться, то есть, дать ему понять, что, как бы, я вижу, что он подошел, и мне, как бы, тоже он не безразличен, я хочу с ним тоже поговорить, у него по-любому есть какие-то вопросы. Но меня мысль опрет, и я вижу, я там, вижу, там, какая-то секундная пауза, я на этого человека быстренько прикрепляю, и говорю, здравствуйте, присоединяйся. Он такой, да, я уже, как бы, слою слушаю, говорю, уши грею. То есть, ну, вообще приятно, на самом деле, там, то есть, контингент подходит, который реально что-то хочет. Не просто так, знаешь, вот, пальцем поковырял, а, это, и все, 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 и все. А, понятно. То есть, не стартаперы, там, реальные люди, у которых уже есть бизнесы, или которые были бизнесы, прогорели, и сейчас накопили денег на еще какой-то бизнес. Вот. То есть, представители, причем там не только российские. Там, вот, ко мне сегодня подходил парень с Дагестана, хочет открыть хулиган в Дагестане, он мне говорит, у меня есть деньги. Если я, допустим, я вот из Дагестана, и хочу там открыть, вы мне сможете помочь? Я говорю, ну, конечно, а в чем проблема? Он говорит, да я вот подходил до этого к другим стойкам, и ему сказали, что мы только в России. Но ты к Дагестану тоже в России. Да я не знаю, вот он мне так ответил, понимаешь, я процитировал тебе. То есть, они там подумали, что Дагестан, ну, наверное, наверное, вот они сказали, мы открываем только в России. Понятно. Ну, а ты готов, то есть, свою франшизу запустить хоть куда-то? Да вообще, да вообще. Пусть ребята тренируются. У меня нет никакой, там, не знаю, разделения какой-то, да. Безразницы куда, лишь бы как бы на благое дело. Конечно, конечно, конечно. Мне хочется, чтобы где-то еще вот один зал, и я, то есть, гордился этим. То есть, я всем, кто ко мне подходил, я говорил одну и ту же фразу, говорю. Я буду максимально стараться, чтобы не дать вам обосраться. Ну, это грубо говоря, конечно, сейчас я так говорю, там было, ну, чтобы не дать вам, то есть, разориться. Хотя, я сказал, на самом деле, в первый раз смешнее. И в рифме было. Ну, да. Буду стараться, чтобы не дать вам обосраться. Ну, что ж, пожелаем тогда тебе удачи. Спасибо. Чтобы множество еще залов открылось под твоим брендом «Хулиган», чтобы ты рос, развивался и все получалось. Чтобы это стало такой, знаешь, даже не всероссийской, а мировой корпорацией по всему миру. Корпорация. Чтобы, знаешь, по всему миру были залы, хулиганы, и как бы ты за этим стоял. Будем желать тебе этого, а ты уж старайся, не подводи нас. Спасибо. Хулиганьте в спортзале, ребята. Да, это слоган зала «Хулиган», да, основной, насколько я понимаю. Да. То есть, несмотря на то, что вы профилируетесь, в принципе, под единоборство, наверное, да, больше? Ну, больше всего, да. 50 на 50, ну, наверное, больше единоборства. Чуть-чуть побольше, да. Да, и вот, как бы, политика такова, что, занимаясь родиноборствами, не нужно применять свою силу на улице, наверное, насколько я понимаю. Только в случаях самообороны. Да. В самообороне, конечно. Да, а так, девиз у зала «Хулигань в спортзале». То есть, отвади там душу, все эмоции. Отрывается, да. Оставляй все там. Выходи из зала спокойно, уравновешенно. Ну, да, да. Друзья, на этом все. Если какие-то у вас еще остались вопросы, пишите в комментариях. Мы с Максимом обязательно ответим вам. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делайте репост. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok